Для одних – азарт, для других – возможность побыть наедине с природой, для третьих – встретиться с друзьями. Это особая философия – рыбалка, занятие, известное человеку с древних времён. Добиться результата в этом деле позволяет опыт, сноровка и правильное оснащение. По словам специалистов, новичкам лучше начать с самой лёгкой техники – поплавочной ловли. Снасти недорогие, да и подготовка не потребует много времени. Человек, который ничего не понимает в рыбалке, он не пойдёт покупать снасти за 6-7 тысяч. За тысячу рублей, грубо говоря, можно собрать снасть и отправиться на водоём. И всегда, как правило, ребёнок, будь то взрослый или преклонный возраст, люди, они всегда останутся с рыбой. Рыбалка с помощью спиннинга – азартное и активное занятие. Чаще всего эта снасть используется для охоты за хищными видами рыб. Можно поймать щуку, судака, окуня, головля и других. Если мы выбираем ловлю со спиннингом, то мы должны понимать, что нет привязанности к одной точке. То есть мы каждый раз прощупываем дно, водоём и меняем локацию. То есть мы, допустим, покидали там несколько раз на одной точке, поклёвок нет, никакой реакции нет от рыбы, мы перемещаемся. То есть если там меняется, допустим, рельеф у водоёма, соответственно, мы меняем приманку. Привлекать рыбу можно разными способами. Например, с помощью воблера. Эта насадка, имитирующая живую рыбу, подходит для рыбалки в разных слоях водоёмов, имеет несколько степеней заглубления и плавучести. Классика для ловли рыб – металлические блёсны. Приманка привлекает своими колебаниями, шумом и бликами. Обычно оснащается мушками, юбочками и другими завлекающими элементами. Третий способ – это ловля на джиг. Представляет собой силиконовые имитации рыбок или вращающиеся блёсны, но обязательно с нагруженной передней частью. Делается это для того, чтобы хвост вилял перед добычей. Сам термин произошёл от названия английского зажигательного танца. Поэтому и подразумевается, что приманка перед рыбой должна приплясывать. Год от года набирает популярность фидерная ловля. Этот способ изобрели в Англии. В его основе – использование снасти с кормушкой. Специалисты отмечают, выбирая такой способ рыбалки, вероятность вернуться домой с уловом – 80%. Во-первых, для этого используется прикорм. То есть вы уже заведомо прикормили рыбу. Она, естественно, подходит, питается. У вас живая насадка – это червяк, опарыш. Кто-то на кукурузу ловит, смотря какую рыбу вы ловите. И, как правило, без поклёвки здесь не обходится. Опять же, на фидер используют, бывает, два крючка, три крючка. То есть по несколько даже особей можно выловить за раз. Что ж, снасти купили. Теперь можно отправиться на рыбалку. Сегодня, в День рыбака, мы попытаемся испытать рыбацкое счастье. Вместе с опытным специалистом в этом деле Андреем Васильевичем. Надеемся, что нам повезёт. Андрей Антипов увлекается рыбалкой с детства. Для него количество пойманной рыбы не играет роли. Мужчина уверен. Главное – получать удовольствие от процесса. А самая лучшая наживка для поплавочной удочки – это червь, мотыль и белый хлеб. Ну, старые рыбаки знают про этот способ. Прогладили утюгом. Сейчас появилось такое вот интересное изобретение – пучковяз. И резиночку одели. А по старинке всё это делается, нитками обматывается, как тортик. И шопа держалась на крючке. По словам эксперта, в рыбалке только 40% успеха зависит от опыта, а остальное – от сопутствующих факторов. Оказывают влияние направление ветра и атмосферное давление, время суток и место ловли. Поэтому идеальными условиями для рыбалки будут раннее утро и спокойная погода. Время на рыбалке летит незаметно. Не прошло и 10 минут, а у нас уже есть первая поклёвка. Сейчас посмотрим, что там. Важно вовремя подсечь рыбу и не давать слабину. Затем медленно вести, чтобы она не сорвалась с крючка. Вот он, какой. Осторожней. Красавец! Но некоторые предпочитают улов гарантированный. Тут только остаётся, что сделать рыбку своими руками. Наталья Овсянникова мастерит украшения в виде рыб. Рассказывает, думала, что за месяц творческий запал пройдёт. Однако уже третий год интерес к рыбам не снижается. Наоборот, с каждым днём становится крепче. С трёх лет я с удочкой, которая была сделана ещё из куста и верёвочки, дошла до каких-то сложных видов ловли. И зимняя рыбалка, и тонкие лески, и нахлыст. Ну, в общем, вот моё увлечение рыбалкой переросло однажды в увлечение изготовлением уже рыб, в хобби и, можно сказать, в профессию. На изготовление одной уходит примерно от одного до трёх дней. Всё зависит от сложности изделия. В работе Наталья использует лён, парчу, войлок и медь. А украшает трофеи керамическими деталями с людой или краской. Дизайнер говорит, покупатели часто дают рыбкам имена и придумывают о них истории. Так что каждая рыба проживает полноценную жизнь. Ксения Абаканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События.